Митрополит Оренбургский и Саракташский прибыл в один из самых посещаемых храмов областного центра. В Никольском кафедральном соборе с 9 утра собираются прихожане. В праздник Благовещения церковь дает для верующих некоторые послабления. Это большая радость. И потому что, вот вы понимаете, во время поста мы стараемся приблизиться к Богу. Мы стараемся принять Его волю. Не всегда это получается. Все мы грешные люди. И вот приходит этот светлый праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число 12 главных православных праздников. По значимости следующий после Рождества и Пасхи. Православные оренбуржцы говорят, сегодня особенно радостный день. Для нас это очень важно. И в душе радость, благодать мы рады посещать. И, в общем, с душой пришли с душой. С праздничным настроением, праздник весенний и надежды на лучшее получение. Богослужение в Благовещении состоит из трех частей и длится около двух часов. По окончании литургии священники и прихожане поют тропы рекондак. Это праздничное песнопение, когда в сжатой форме излагается суть светлого дня. Торжественные службы с утра проходят во многих храмах Оренбуржья. Можно заметить, что у прихожан в одежде есть голубой цвет. В Благовещении он символизирует приход весны, свободы и добра. Кроме этого, по церковному обычаю службы в этот день духовенство совершают тоже в облачениях голубого цвета. В народе сложились и другие различные поверья и традиции, связанные с Благовещением. Например, раньше люди гадали о погоде и будущем урожае. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев, Андрей Булатов. Новости дня.